В девятом классе государственные проверки по математике, латышскому и иностранному языку будут проводиться централизованно. Мы надеемся, что это поможет получить нам данные об успехах девятиклассников. Это могло бы уменьшить нужду в организации вступительных экзаменов в школах. У двенадцатиклассников большой выбор экзаменов, и сделать его нужно в ближайшее время. В двенадцатом классе в этом году предлагается 14 углубленных экзаменов. Это экзамены по выбору. Дети из Украины тоже могут сдавать экзамены, но могут и отказаться от них и в девятом, и в двенадцатом классе. В таком случае будет возможность остаться в том же классе. Или, если ученик вернется в образовательную систему в Украине, будет выдан документ как подтверждение об обучении. Некоторые экзамены будут электронными, правда пока только в тестовом режиме. Это связано с неразглашением информации перед экзаменом. Также это сделает процесс быстрее. Мы сможем быстрее получить ответы и быстрее их проверить. Сейчас онлайн будет три экзамена – программирование, культура и искусство, и география. На следующей неделе мы попробуем сдать эти экзамены онлайн. После мы сделаем выводы. Минимальный порог для получения сертификата о сдаче экзамена – 10%. У девятых классов такой порядок впервые. Евгения Копылова, Дайнис Латый, Сайгорск, Ковалевский, Русал СМ.